привет всем зрителям моего канала большой большой привет я начинаю свой мукбанк сегодня в общем утром в духовке сложила в этот жарочную эту вот эти вот куриные ножки 2 сразу две пачки запекла на той печке так решили это самое такой вот они не жирные такие курочка не свинина и немножко буквально риса взяла на снимке все равно как будто много но фактически я так хотела вообще без риса без ничего да ну как то думаю немножечко взяла рис уже остыл когда собиралась садиться горячий еще был рис ну позвонила знакомая долго разговаривала вкусно знаете вот так удобно вот эти ножки взяла это просто смешала помыла их со специями сложила мне такая стеклянная есть большая есть такая керамическая небольшая и стеклянная побольше и духовка у меня где-то 250 200 градусов было я говорю сделаю меньше не надо девочки я хотела выйти вчера сразу поздравить вас с праздником все но не получилось вчера поэтому я сегодня вас всех всех поздравляю с великим праздником победы всем 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 желаю здоровья мирного неба над головой всего всего самого наилучшего а вчера вы знаете вчера у меня был борщ в общем я купила борщ в этот в этот раз в том отделе где русские товары продают такой в общем принципе да вот как там все подобрано он и достаточно кислый и достаточно соленый и достаточно слегка слегка сладенький но еще подобрано конечно вот такой борщ и вкусный вот вы представляете не смогла настроить камеру вот странно никак вот что значит не профессионал не настраивается у меня камеры все я включаю как телефоне раз пол головы нету я думаю да что такое то было вот так вот все как на ладони да все видно кругом а здесь никак не представляете я провозилась так уже поел а я еще возилась возилась камер думаю ну ладно хоть пусть позже но сниму да таким образом я часть часиков дать до полдесятого возил в там новое не покушаю быстро потом не подавляю еще часиков до 12 возилась но в конце концов сумела опять сделать так как положено самое главное я поняла вот за это окажется отмечает отвечает вот насколько охват там это самое чтобы вот так вот все было видно это надо 8 зум зум видите мет методом тыка до всего доходишь кушать хочу пока разговаривала тоже интересно было давно с этой девушкой не разговаривала и то и все я думала что и надо и позвонить позвонить разве чем как очухаюсь уже время много а я знаю что она ложится рано спать это я полуночница так давайте будем потихоньку кушать и потихоньку комментарии смотреть так Людмила Терентьева привет спасибо за комплимент про кофточку Лизничка привет вот Татьяна у вас ой Светлана господи Татьяна Оля я общаюсь с соседями а Оля вы общаетесь с соседями с финками местными как мы например с соседями всегда общаемся они к нам и мы заходим как у нас в селах бывает да знаю я как у нас бывает так же как в Казахстане мы общались нет здесь мы не общаемся я не знаю в принципе соседи да даже вот и те дома которые подальше которых я не знаю когда проходишь они здороваются все так приветливые а как общаться конечно я бы могла конечно да например на чай позвать там кого нибудь ну о чем говорить когда язык не знаешь ну о чем я же не могу даже поговорить поэтому я не проявляю инициативу но и так глядя у соседей как то вот здесь такого нету соседи между собой не общаются друг другу не ходят вот здесь соседи живут вот ну с нами по забору они это самое таки помоложе нас ну к ним приходят друзья приходят друзья иногда они вот на улице сидят у них вот эта сауна бочка есть не сауна бочка а вот бочка такая с водой видать нагревается вода они летом вот с друзьями иногда в этой бочке сидят а с соседями они не общаются тоже а здесь нет не так как у нас но у кого то может быть есть я на всех не знаю вот в нашей округе так но татьяна бобрик татьяна привет здесь вы макароны говорите да я знаю что это сильно калорийные что они сильно калорийные с мясом особенно да согласна но я их главное покушала конечно ходить я никуда не пошла но я после этого знаете я после этих макарон отпила вот этот компотик я даже просто просто кипяток я наливаю и просто кипяток вот эту термоскружку туда чайную ложечку черники намешала как бы выпустила жара накрыла и все и я потом отопью вот это и все все нормально будет желудком вот это вот медленное отпевание такое вот знаете маленькими глотками но там большими глотками не получится горящий же он если большими обожжешься когда маленькими-маленькими глотками не обжигаешься с одной стороны вот горячее чтоб обжигаться же тоже вредно не дай бог для пешевода там еще всякие могут быть поэтому надо так такими маленькими глотками чтоб не обжигать вообще ничто у меня нормально сейчас вот эту вот курочку поем тоже надеюсь нормально все будет так это мне кажется светлана светлана вроде бы спасибо за комплимент что приятно выгляжу спасибо так так вот я вот не помню то у нас скажи то светлана терентьева выжить да мне говорили про коленки ну да светлана терентьева кстати я недавно нашла в этом в интернете одного врача ну вот этот который по этому мануолог или как там у него как раз был ролик про коленки и он там называл такие вещи которые нельзя кстати светлана вы будьте осторожны он сказал что очень вредно даже вот молодым не надо вот эти злоупотреблять сидеть на корточках первое а второе вот как раз на коленках ходить по твердому ну вообще на коленях ходить очень сильно стирается там я уже не помню если на коленях ходишь в общем надо этого избегать так что вы лучше не делайте это упражнение это он там называет разные вещи я уже не помню но вот это хорошо запомнила сидеть в пользе лотоса вот еще вроде бы как молодые живут йогу они всегда в позе лотоса же сидят да но в положении в пожилом возрасте вообще я к чему говорю чтоб берегли свои колени очень портит какие то там говорит там задние минески что ли или что там разрушается в этот раз огурцы купили какие то новые огурцы появились они главное такие же по форме как я те покупала да узенькие длинные но написано луому биологически ну значит натурально один огурец два с чем-то евро стоит то ли два с половиной то ли не помню но больше двух купила думаю дай попробую один огурец вкусный буду теперь его покупать а то до этого я покупала маленькие огурец луну ну вообще раньше я их начала покупать они мне понравились на вкус ну натуральные есть натуральные но потом начала брать смотрю они такие уже какие то такие как старые жестковатые ну видимо из-за цены хорошо не уходят и вот начали они одно время так вообще даже горькие пару раз взяла все и перестала их покупать а вот эти прям такие свеженькие такие хорошенькие вот такие вкусные ну дай бог если они всегда останутся в таком качестве вот это зашел на улице работал пока что она там на улице все делает ну это такие дела девочки так вкусно 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 я даже не хочу сюда ни кетчуп ни синапию а просто чистое мясо но я тоже купила желтые помидорчики но они не желтенькие они там разные пачки надо хоть один перец съесть как вкусно девочки вот так вот эти ножки в духовке делайте знаете вкусно в духовке это мои дорогие в общем я учета не поняла почему батарейки так быстро закончилась вроде свежую батарейку поставила полностью батареи батарейка полностью мукбанк делаю потом загрузку перегрузку держит хорошо в общем я это самое не стала менять по ходу потому что руки грязные из-за этих косточек я доела и потом батарейку поменяла и включилась ой девочки ну вообще труба в общем я еще одну ножку взяла еще рису добавила вот ну и думаю чтобы меня не ругали что я много кушаем знаете действительно вот буквально вот эти ножки свежие вывалила с этого пластика контейнера посыпала соль слегка слегка малая соли я же мало соли черный перец красный перец куркуму санчо и все даже чеснок такой все поленилась так все перемешала хорошенько и на лист а вот его даже вот здесь видно вот вот на этот стеклянный такой не листа этот как его видите на вот на этом стеклянном вот такой жарочная это посуде на стеклянном сложил эти ножки потом уже и в конце накрывала вот такой он прямо так натягивается это силиконовые крышки очень классный кстати я очень хорошо имела пользуюсь у меня много и маленькие и большие и вот последний раз квадратных купила себе вот на такие квадратные эти круглые большие есть ну где-то часок до что где-то температура с около 150 было найти девочек вкусно но в конце потом я уже когда уже практически готова я из духовки их вытащила и накрыла сразу вот этой силиконовой крышей а потом когда уже духовка такая ну как уже градусов 100 спустилась температура я их назад поставила туда уже под крышкой под этой силиконовой и мы с ним пошли на пробежку но это чтобы они теплые были и видите они до сих пор теплые и когда накроешь и вот сохраняется вот это как его влажность и они не становятся сухими их надо потом в конце накрывать настолько вкусно мне прям понравилось ну просто я поленилась надо было еще быть чесночка бы туда следующий раз я не поленюсь но зато так удобно положила и все них а они просто так перемешала положила и все больше легко готовить и в то же время я считаю что это безвредный вариант да не на сковородке когда на сковородке жарится вот это соприкосновение с горячим ну самый вред как бы канцероген или что образуется а здесь она вот так дошла как в духовом этом классно так удобно а вот эти ножки ну штук семь шесть семь иногда бывает восемь тогда семь они стоят недорого где там в общем недорого так легко готовить буду теперь всегда не буду это сама цельную курицу брать но цельную курицу можно когда что для бульона пока иногда он даже вот эти ножки иногда просит просит варить ну а мне сейчас вот так вот в духовке сделаны мне больше понравились я я их раньше тоже делала в духовке я даже на гриле эти ножки жарила они там получаются вкусные но суховатые а это прямо такие вот знаете вот такие суховатые мне нравится на вкус но уже вот все таки мы же не молодые зубы у нас не такие крепкие как молодые он я помню молодости делали курицу в духовке мне понравилось чтоб она прям зажарила чтобы прям аж она тогда зубы крепкие были агусы вкусные помидоры пока у меня украл я ему когда кушал передо мной покушал я ему еще больше этих помидоров положила он еще съел причем у меня тут немножко вот кому не ездил да таки дела что нам остается да будем надеяться на лучшее что все нормально у нас все образуется сейчас мы все знаем какие грядут тяжелые времена да давайте хотелось бы чтобы наши все наши все союзники все наши страны которые были вместе в том числе и казахстан не забывали свое прошлое не уходили никуда были все вместе вместе дружная семья все мои дорогие всего всего всем наилучшего крепкого крепкого здоровья и до следующих встреч пока люблю вас спасибо